Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вот, я, наверное, в силу того, что в тексте затрагиваются некоторые довольно личные вещи, буду какие-то моменты пропускать, вот, или буду их стараться перефразировать. Вот, так что нужно это иметь в виду. Итак, я очень хочу выйти замуж, но на моём пути лежат непреодолимые препятствия. Ну, в общем-то, здесь, по крайней мере, в моём восприятии появляется такое ощущение, да, что, вот, самое главное это замужество, а не человек, с которым, условно говоря, вы хотели бы быть, и человек, с которым вы хотели бы разделить своё время, свою жизнь, свои впечатления и так далее. То есть, забегающий вперёд, речь идёт об интимной жизни до свадьбы и после неё. То есть, у человека такая позиция, что до свадьбы никакого, как бы, интима быть не должно. Вот. Это ваши ценности. И, на мой взгляд, к ним нужно относиться с уважением. Вот. К ним можно по-разному относиться. Можно с этим не соглашаться. Можно с этим не соглашаться. Можно, вот, как вы... Вы сами пишите, правда, приводя цитату, что это устаревшие ценности. Возможно. Возможно и так. Но, если они у вас есть, если они вам откликаются, если это то, чего вы хотите, если это так вы видите себя, свою жизнь, то к этому нужно относиться с уважением. Вот. При этом, при этом, ну, как бы, статистически, так и получается, что сейчас в подобной позиции придерживаются очень многие люди. И, к сожалению, культура, культура, менталитет, какая-то социальная атмосфера, она не способствует тому, чтобы подобные ценности продвигаться. И, подобно моде. Эта история подобна моде. Если раньше было модно не жить интимной жизнью до свадьбы, то сейчас, наоборот, модно жить интимной жизнью до свадьбы. Вот. И, поскольку люди довольно статки на моду, то, вот, соответственно, как бы, даже те, кто хотел бы так, так не делают. Ну, именно в силу того, что, а вот я так сделаю, и все будут надо мной смеяться. И это какая-то объективная реальность, наверное. Хотя, многое зависит от того, где вы живёте, многое зависит от города, где вы живёте, от страны, где вы живёте. Вот. Ну, как бы, если это не какая-то восточно-ортодоксальная страна, да, типа Саудовской Аравии, вот, например. Хотя, и там есть свои нюансы, наверное, но я не в курсе. Но только, к сожалению, мы должны сталкиваться с вот этим, этой объективной реальностью. И при том, что свои ценности нам нужно уважать, ну, на мой взгляд, считаться с реальностью и считаться с тем, что есть сейчас, точно тоже необходимо. Ну, вот. То есть, ну да, в каких-то ситуациях, с какими-то людьми, вероятно, действительно, вы будете выглядеть странно с такими ценностями. Но, на мой взгляд, это не важно. На мой взгляд, вот, если выстраиваются отношения с человеком здоровые, искренние, открытые, честные, хочется сказать добрые, но, наверное, это немного не то слово, то обычно подобные вещи становятся не важны. Обычно. То есть, если я человека люблю, да, если я хочу человека делать счастливым, то, как бы, некоторые ценности, некоторые мои требования к себе, они становятся не важны. Ну, просто не важны. Просто отходят на второй план. Это не значит, что у вас так будет. Просто мне кажется, что вы центрируетесь на этом. Возможно, на этом центрируются и ваши партнёры. А, возможно, и нет. Ну, мне бы хотелось, чтобы, наверное, вы не центрировались на этом при общении с мужчинами. И, наверное, мне бы хотелось, чтобы вы старались не смотреть на мужчину, который вам нравится, или понравится в будущем, как на потенциального мужа. А больше, как на человека, с которым я спрашиваю себя каждый день, хочу ли я провести с ним время. Хочу ли я побыть с ним то время, которое я с ним проведу, я хочу его потратить или нет. Это не означает, что вам нужно отказываться от своих ценностей. Это не означает, что вам нужно делать то, чего вы не хотите. Но, как бы, внимательность к себе с кем-то вам могла бы сильно помочь. Итак, я заметил, что отношения никто не строит по принципу интим после свадьбы. Это считается чем-то позорным. Ну, вот да, здесь речь про моду. Действительно, вот сейчас вот такая мода. Можно ли говорить о том, что со временем мода сделает качок и как-то вернётся? Можно. Когда это произойдёт, никто не знает. Готовы ли вы ждать? Это решать вам. Но мне кажется, что, повторюсь, как бы, вы не обязаны ждать, а вот вы можете просто общаться с людьми. Просто общаться с людьми и смотреть, как вам с этими людьми. И быть открытой к тем состояниям, которые вас будут. Дальше. Мне неприятно быть использованы и тестированы и унижены. Я так чувствую себя опозоренным. Ну, не знаю, замечаете вы или нет, но вот в первом вашем сообщении, в первом вашем предложении вы пишете, что интим после свадьбы – это что-то позорное. То есть предполагаю, что, ну, это неверно, да, это, ну, что-то неправильно. И при этом сами же пишите, как бы, чувствуете себя опозорным. То есть сопоставьте, вот, прям сопоставьте, чем отличается то, что вы написали про интим после свадьбы, что это позор. И то, что вы пишете про то, что вот, если у вас будет интим-дозвольт, то вы почистываете себя опозорным. То есть чем вот эта вот природа позора отличается? То есть если в первом случае то, что считается позорным – это, типа, ложь, то во втором случае то, что вы считаете для себя позорным – это, получается, не ложь. Почему? Потому что вам неприятно. То есть иными словами, иными словами. То, что вам неприятно, вы интерпретируете как то, что является позорным. И, в общем-то, это недалеко от истины. Это недалеко от истины. Когда человек делает что-то, что ему не нравится, когда человек делает что-то против своей воли, действительно люди часто чувствуют себя именно… чувствуют себя… ну, не сказать, что вы позорны, да, потому что это больше все-таки про… про взгляд других людей. Но чувствуют себя как-то нехорошо. И вот именно ощущение, что вы использованы, тестированы, унижены, да, это то, как вы воспринимаете действие своего партнера. То есть для вас его действие – это вот так. Для вас отношение, интимное отношение, а может быть и не только, выглядит вот так. Но может быть по-другому. Я только не очень понимаю чисто технически, как факт свадьбы это меняет. Мне кажется, что если какие-то действия другого до свадьбы воспринимаются так, то и после свадьбы они тоже будут восприниматься так. Потому что после свадьбы отношения и восприятие друг друга, людей, не меняются. понимаете? Может быть вы, ну, почувствовали бы себя как-то защищённой, что человек взял на себя ответственность, типа, за вас. Но нет. Нет. Если человек хочет брать ответственность, то он будет её брать вне зависимости от того, женился он на вас или нет. И если человек не хочет брать ответственность, то это также вне зависимости от того, женился он на вас или нет, он также не будет хотеть. Единственное, что вы получаете от свадьбы, это какие-то юридические права. Но можно ли говорить о юридических правах как о чём-то, что сколь-нибудь ощутимо влияет на отношения между людьми? На мой взгляд, нет. Я не хочу идти на чужим человеком, только с мужем. Ну, опять же, здесь правда в том, что да, с одной стороны, это ваше ценность. Это верно. С другой стороны, то, что человек ваш муж не означает, что он может быть не чужим. А то, что человек не чужой, не означает, что он ваш муж. Я повторюсь, то, что я говорю, не означает того, что вам нужно заниматься интимной жизнью или жить интимной жизнью до свадьбы. Это не обсуждается. Вы так решили, вы так сказали, окей. Просто я хочу немножко расширить вашу картину мира, немножко расширить ваше восприятие. И сказать, что дело ведь, наверное, не только интимно касается. Дело касается и каких-то других моментов тоже. И, соответственно, муж или не муж. Муж – это просто социальный статус. Мужем становится тот, кто наваженится. Жених появляется юридическим актом. Не более того. На человеческие отношения это не влияет. Еще раз. Речь идет не о том, чтобы вам заниматься сексом с человеком до свадьбы. Об этом речь не идет. Не хотите, не занимайтесь. Речь идет о общем восприятии человека. Все остальные названия незнакомцев типа парень, партнер, молодой человек, сожитель для меня просто не очень хорошие люди, которые попользуются и просто. Потому что не давали обещаний, значит ни за что не отвечали. Ну, а муж? Чем отличается муж? Он тоже может сказать, слушай, я хочу с тобой разъеститься. Или, там, любовницы у него будут. Чем он отличается? Понимаете? То есть, это история про вашу тревожность. Это история про то, что вы пытаетесь себя защитить и обезопасить. Но замужества никак к этому не добавляют. То есть, если чувства внутренней безопасности, чувства внутренней уверенности нет, то ничто вас не защитит. Вот. Так получается, что вы стремитесь к тому, чтобы вам дали обещания и дали какие-то гарантии. Ну вот. Правда в том, что в отношениях гарантий не все сложно. Потому что гарантия это не свобода. А здоровые отношения, которые называют свободу. С другой стороны, если вы настаиваете с точки зрения своих ценностей на обещаниях и на гарантиях, право ваше. Но в таком случае, вам нужно просто найти человека с подобным взглядом. Вот и все. Получается так, что раз, раз я, вы пишете, интимного насилия, не могу потерпеть, значит, я насыдался на сторонах. А в какой момент произошел переход от интимной жизни к насилию? Давайте вот так посмотрим. Ну, во-первых, парень, партнер, молодой человек, сожидитель. Это никак не относится к незнакомцу. Так же, как и муж. Человек может быть вам не парень, не партнер, не молодой человек, не сожидитель и не муж. И при этом не быть незнакомцем. А может быть парнем, партнером, сожидителем, молодым человеком или мужем. И при этом может быть незнакомцем. То есть, знакомец, я знаю, что это слово неправильно. Знакомец, незнакомец, чужой человек или не чужой, никак не зависит от его статуса по отношению к вам. Вот мне кажется, что здесь вы уделяете внимание статусу. Пытаясь на статус опереться, а не на свой контакт с человеком. Статус это просто статус, это нужно для социума. Люди опираются в своих отношениях не на статус, а на восприятие друг друга. Которые не имеют отношения к тому, что вы перечисляете. Дальше. Значит, вы говорите, что жили интимной жизнью. Конечно, это были будущие мужья. Ну, здесь мне не очень лично логика. То есть, если человек на вас не женился, то он не является вашим мужем. На мой взгляд, такого понятия, как будущий муж, не существует. Есть жених, который собирается жениться. Есть муж, который женился. Говоря о будущем мужа, вы говорите о своих ожиданиях. И снова переключаете внимание с самого человека, с себя, с этим человеком, на его статус. И, в общем-то, вы здесь получаете очень хорошую возможность, да, себя забыть, от себя отвернуться. Здесь вы получаете хорошую возможность пропустить какой-то важный момент. Дальше. Хотя я понимал, что жить интимной жизнью с мужчиной до свадьбы – это плохо, на тот момент я ещё не понимал, почему. Ну, опять же. Опять же. Знаете, в чём штука? Я думаю, что человек, который имеет какую-то точку зрения на что-то, да? Вот, например, выбор пищевого рациона. Мясоед, вегетарианец, веган, сыроед и прочего. Я не думаю, что человек, который имеет какой-то взгляд на пищевой рацион, да, является более уверенным в себе, если он говорит, что есть мясо – это плохо, а не есть мясо – это хорошо. Мне кажется, что здесь происходит обесценивание одного и увеличивание другого. Мне кажется, что это больше про какую-то борьбу. На мой взгляд, человек просто говорит, что я выбираю тот или иной пищевой рацион, потому что мне так нравится, для меня это важно, да? Не обесценивая при этом другие вещи. Предполагая, что другие вещи могут быть важнее для людей. Ну, для других людей. То же самое касается и взглядов на интимную жизнь, взглядов на семейную жизнь, взглядов на дружбу и так далее. Дело не в том, что что-то плохо или хорошо, а дело в том, что хотите вы, что нравится вам, где вы лучше себя чувствуете, где вы легче себя чувствуете, где вы сильнее чувствуете расширение, легкость, свободу. Поэтому, когда вы говорите, что что-то делать плохо, у меня возникает вопрос, а почему? И этот вопрос связан не с тем, что вам нужно давать ответ, вы можете его дать. Этот вопрос связан с тем, что плохо это оценка. Это оценка внешне того или иного поступка. И это сразу вызывает сомнения. А человек не хочет так поступать, потому что он привык думать, что так плохо у кого-то услышал. Или человек не хочет так поступать, потому что ему самому это не по душе. Но если ему самому это не по душе, то это не плохо. Это просто не моё. Просто по такой логике можно сказать, что всё, что вам не нравится, это плохо. Но это немножечко не соответствует истине. Дальше. Поэтому, хоть я и не хотела, но быстро поддалась. Вот опять же, да, здесь противоречие. Я не хочу, но поддаюсь. О чём это говорит? Это говорит о том, что либо вы на самом деле не не хотели, а запрещали. Вот нужно разделять запрет и отсутствие желания. Когда мы говорим, что что-то плохо, это больше про запрет. Когда мы говорим, что что-то не моё, это не про запрет. Это про больше выбор. Вот. И запрет предполагает обесценивание, да? Предполагает деидеализацию чего-то. А выбор предполагает просто выделение чего-то из общей массы. Понимаете? Разница здесь есть. Поэтому, когда вы говорите, что я не хотела, но быстро поддалась, здесь сразу возникает вопрос, а так ли вы не хотели? Понимаете? Может быть, вы не хотели, потому что видели в этом запрет. Но тогда речь идёт не о желании или о нежелании. Речь идёт именно о запрете. С другой стороны, если вы не хотели, но поддались, то чему вы поддались? Другому своему желанию? Или вы поддались желанию другого человека, позволив желанию другого человека доминировать над вами, а не ваше? Например, в силу слабых личных границ, например, в силу страха, например, в силу комплексов, например, в силу какого-то другого желания, другой потребности и так далее. То есть это противоречие, нужно выявить стороны этого противоречия. Дальше. Всё было по согласию. Мой первый парень просто меня шантажировал тем, что если я не буду, значит, жить внутренней жизнью, вот, то он на мне не женится. Ну, шантаж, шантаж, это больше про нарушение личных границ, про манипулирование потребностями. И здесь, конечно, наверное, дело в том, что вы, ну, себе не уверены. То есть, на мой взгляд, самый очевидный здесь вопрос, это то, что если человек меня шантажирует, да, то хочу ли я, чтобы он был мой муж. То есть, если человек может позволять себе шантаж, вот, то хочу ли я видеть его своему мужу. Вот. Дальше. Так я узнала, что интимная жизнь – это боль, сначала физическая, потом пожизненная. Но вот тут вот причинно-следственная связь мне неясна. То есть вы говорите, что всё было по согласию, а потом пишите, что это боль, сначала физическая, потом пожизненная. Я не вижу здесь связи. То есть, как бы, если только вы не имеете в виду какие-то предпочтения вашего молодого человека, которые предполагали причинение боли, что связи здесь я не вижу. Что мы теперь делать с этой духовной связью с психопатом, которая образовалась из-за физической близости? Ну, для начала её имело бы смысл как-то выделить, что это вся духовная связь и как вы понимаете, что она существует. Да? А потом начинать отделять. Где я, где ты, где мои мысли, где твои мысли, где мои желания, где твои желания. И, соответственно, вырабатывать к этому отношения. Далее. Мой второй опыт интимной жизни был менее болезненный в плане телесных ощущений. Опять же, если вы про первый опыт говорите, что там не было никакого принуждения, да, что там было всё по согласию, то для меня не совсем ясна природа этой боли. Ну, хорошо. И почему боль, собственно, пожизненная? Потому что вы вышли бы за этого человека замуж и терпели бы боль всю жизнь? Но в этом смысле тут всё зависит от вас. Даже никто не заставляет выходить замуж, правильно? Дальше. Значит, менее болезненный, но я также жалею об этом. Вот интересный это феномен. Сожаление. Когда приходит сожаление? Когда оно возникает? На мой взгляд, сожаление возникает тогда, когда человек не очень внимателен к тому, что он хочет. В той или иной ситуации с тем или иным человеком. Вот есть яркий, как мне кажется, пример. Вы встречаете мужчину, к которому у вас появляются чувства. И вы думаете, окей, этот человек будет моим мужем. Мы сейчас не говорим о том, не говорим о тонкостях, просто вот ситуацию описываем. Вы говорите, окей, этот человек будет моим мужем. Мужчина начинает вас шантажировать и говорит, значит, спи со мной или я на себе не женюсь. Вы, это я не про ваши случаи, это я просто привожу пример, это не про то, что вы описываете. Вы чувствуете, что вам неприятно, да? Вы чувствуете, что это вот действие, как бы, ну, против вашей природы. Но вы поступаете так, потому что думаете, что, ну, я не хочу, чтобы он был моим мужем. И поэтому я сделаю что-то, что мне неприятно. То есть, иными словами, вы приносите себя в жертву. И вот, когда человек приносит себя в жертву, как мне кажется, именно в этот момент появляется почва для сожалений. Потому что, принося себя в жертву, человек делает то, что ему не нравится. Надеясь получить то, что ему нужно. А правда, пусть и, может быть, неприятная правда, это заключается в том, что вы можете не получить то, что вы хотите. И цена за это окажется слишком высока. И вот, когда человек понимает, что цена слишком высока, а он ничего не получил, начинает сожалеть. Этого можно было бы избежать, если бы вы просто не делали того, что вам неприятно. Того, что вам не хочется. Если бы вы не приносили себя в жертву. Дальше. Теперь я пожизненно привязан к черному человеку, для которого интим – это просто ничего особенного. Как будто это не самое важное в очень близких отношениях. Ну, для кого-то самое важное, для кого-то – нет. А каким образом вы привязаны-то к человеку? За счет чего? Как? Как? Особенно, если он говорит, что для него – это ничего особенного. Вы привязаны, получается, надеждой. То есть, если я с тобой жила интимной жизнью, значит, есть надежда, что ты на мне женишь, а так получается. И отсюда идет привязка. То есть, получается, что к тем мужчинам, с которыми у вас был опыт интимной жизни, вы испытываете надежды, что они на вас женятся. Пока я вижу так. Дальше. Это же самое сокровенное, пишите вы. Ну, с этим, наверное, можно поспорить. Это не значит, что я буду спорить, просто это я больше про то, что, ну, как бы, есть разные взгляды на это. Почему мужчин нет души? А как это связано? Ну, то есть, у вас такой вопрос, да? А, как это связано? Во-первых, вы обобщаете. Во-вторых, ну, как бы, чувствуется обида какая-то на мужчин, это само собой. Обида – это нормально. Но, как вы это связываете-то? И, как-то вы говорите, ну, у всех. Вы задаете такой довольно волосовский вопрос, почему мужчин нет души, что есть душа. Например, есть люди, которые верят в душу, а есть люди, которые не верят в душу. Как быть с этим? Почему все человеческие, вроде, чувств полностью отсутствуют у мужчин? Ну, опять же, вы обобщаете. И, опять же, как бы, отношение к сексу никак не характеризует эмоциональный интеллект человека. Как строить отношение с тем, кто ничего не чувствует? Ну, наверное, не строить отношение с этим человеком. Если вам кажется, что человек ничего не чувствует, зачем-то не строить отношение. Так, дальше. Как можно построить семью, если все мужчины думают только о насилии? Кто все? Кто все? Ну, типа, вы отдаете себе отсчет в том, что вы обобщаете вот здесь. Обобщение есть самый лучший способ исказить реальность. Вот. Дальше. Если я не в этом насилии, значит, обречена на одиночество. Нет никакой, никакой причины следственной связи в том, что вы пишете. Почему в отношениях со вторым парнем я уже прекрасно понимала, понимала, что меня ждет, если я поддамся на искушение. А вот, говоря об искушении, вы имеете в виду здесь что? Вы имеете в виду, что вам хотелось? По-моему. Или, говоря об искушении, вы здесь имеете в виду искушение, что вы дадите ему то, что он хочет, и вы получите замужество. Что вы здесь подразумеваете под искушением? Я все равно, в итоге, с ним, значит, спала. Так, почему понимаю, что меня ждет, я с ним спала? Ну, в общем и целом, это очень похоже на мазохистическую модель поведения. Когда человек бессознательно или полубессознательно стремится к боли. То есть, сознательно человек понимает, что боли – это нехорошо. Сознательно человек понимает, что боли он не заслуживает. Сознательно человек понимает, что, в общем-то, без боли хорошо и круто, но бессознательно человек стремится к боли. Почему он стремится к боли? Почему люди вообще стремятся к боли и как рождается мазохистическая модель поведения? На мой взгляд, мазохистическая модель поведения рождается из некой такой потребности человека в безопасности. Дело в том, что когда мы испытываем боль, для нас все понятно, для нас все предельно ясно, для нас все очевидно. Когда же боли мы не испытываем, например, то мы как будто становимся оторванными от реальности. Чувство определенности, к сожалению, у такого человека попросту теряется. Вот отсюда появляется мазохистическое поведение. Мазохистическое поведение – это поведение человека, который реализует свою базовую потребность способом, ему доступным, не взбирая на то, хорошо это или плохо. Конкретно в вашем случае может быть еще и вариант такой, что вы надеялись все-таки получить то, что вы хотите. Дальше. Я этого не хотел категорически. Чего именно, если вы говорите про искушение? Чего именно вы не хотели? Когда он был рядом, я как будто все забывал, когда он уходил и вспоминал. Да, 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 да. Это чувство подобно такой эйфории или чувство подобно, ну, объединению какому-то, вот, связано с тем, какое состояние мы испытываем рядом с кем-то. Как правило, это связано с тем, что рядом с кем-то мы можем, нам кажется, что мы можем реализовать какую-то свою социальную роль. Ну, например, если вы всю свою жизнь были дочерью, были другом, были, не знаю, сотрудником, да, но не были женщинами, то есть непосредственно в контакте с мужчиной вы не были женщиной, то появившийся мужчина, проявляющий к вам какое-то внимание, дает вам чувство, что с ним-то я могу быть женщиной. Потому что каждый представитель своего пола хочет реализовать свою полоролевую модель. И вот это чувство, это состояние, что О, с тобой я женщина, или О, с тобой я мужчина, она на самом деле опьяняет. Дальше. Значит, когда он уходил, я вспоминал и плакал, а потому что меня использовали как предмет. Здесь очень важна природа этих слез. Мы говорим о чем-то запретном или мы говорим о том, чего вы на самом деле не хотели. Я рисую предположить, что если вы чего-то на самом деле не хотели, то с меньшей долей вероятности вас бы так накрывало, что вы обо всем забывали. С другой стороны, вполне возможно, что и накрывало сильно. Но тогда речь идет о том, что именно вас накрывало. То, что вас накрывало так сильно, что вы забывали обо всем, вполне возможно, говорит о том, что вас накрывало не просто желание быть женщиной, а что-то более сильно. Или несколько каких-то интенций. Я писал ему, чтобы он так не делал. Ну, люди редко слушают такие вещи. Он не слушал, а когда он был рядом, я не могла сопротивляться. А вот что вот в этом, вот я не могла сопротивляться, вот что это такое? Вот что это такое? Вот не могла сопротивляться. Не хотела, хотела чего-то. Что происходило тогда? Что это за состояние? Что это за такое, что это за ощущение? Из которых вы говорите, что не могла сопротивляться. Я даже как-то однажды пытался вспомнить что-то очень важное, но не смогла, у меня даже голова разболелась. Вытеснили. Вытеснили. Вам не понравится то, что я скажу. Но это очень похоже на вытеснение запрета. Но это только мое предположение. Вполне возможно, что я ошибаюсь. Только когда он ушел, я вспомнил, что именно важное я хотел вспомнить, но было уже поздно. А что вспомнили тогда? Вот понимаете, мне кажется, что человек не может забыть о том, что он хочет или чего он не хочет. А как думаете вы? Почему со мной такое происходит? Я рассказал. Другое дело, что вы с этим можете не согласиться. Что это? Что со мной не так? Да нет, все с вами так. Я так понимаю, больше ни у кого такого явления не бывает. Бывает еще, как бывает. У вас еще не самая такая, не самая жесткая форма. Бывают такое явление. Бывают такие явления. Мои попытки решить эти проблемы с специалистом не увенчались успехом. Единственное, что я получил, это совет. У меня от этого совета случилась истерика. А почему? То есть, как на вас это повлияло? Я полагаю, что на вас повлияло то, как вы выглядите в этом совете. Это первое. И второе, наверное, какое-то чувство безысходности отчаяния. Если это единственный способ решить мою проблему. Теперь я боюсь мужчин, потому что не хочу насилия. Опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но вы в первом, рассказывая о первом опыте, говорите, что все было по согласию. Насилия не было. Говоря про второй опыт, вы говорите, что там были еще меньше боли в плане телесных ощущений. Простите, а где насилие-то? По крайней мере, в том, что описываете вы, насилие я не вижу. Может быть, вы подразумеваете под насилием что-то другое? Я хочу быть любимым. Почему так сложно понять? Это не сложно понять. Дело в том, что вы, на мой взгляд, просто не демонстрируете мужчинам, что вы любите себя. Один мой друг сказал, что ни за что не женится, хотя против сожительства ничего не имеют. У меня почему-то случилась паническая атака, я начала задыхаться. Хотя ко мне никакого отношения не имела, просто потерял сомнение. Что со мной не так? Неопределенность. Но вы боитесь неопределенности. Я не хочу слышать, значит, не хочешь идти мы до свадьбы, это сиди одна, твой выбор. А чего вы хотите? Чего вы хотите? Ну, вы не хотите это слышать. Окей. А хотите чего? Среди такого мужчины? Супер. Общайтесь, решите. Поменять человека какого-то? Убедить его в том, что, ну вот, такие ваши ценности? Можно. Но гарантий никто не даст. Почему для того, чтобы быть счастливым, обязательно нужно терпеть боль от насильного? Я не очень в данном случае понимаю то, как вы, ну, как вы называете, называете те вещи, которые вы называете, да, как вы к этому приходится. Не надо ничего терпеть. Не надо ничего терпеть. Если вы в отношении что-то терпите, то это вряд ли уже будут хорошие отношения. И я сейчас не говорю про интим. Я сейчас говорю про все. Если вы что-то в отношениях терпите, что угодно, то вряд ли там будет что-то хорошие. Потому что терпя, вы, в общем-то, себя ломаете. А поскольку отношения не являются чем-то обязательным, хотя и крайне желательно, то ломка себя это всегда вызывает, в общем-то, ну, потребность в компенсации. А компенсации вам, как вы сами понимаете, может никто не дать. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Надеюсь, пищу для размышления вам дал. Ну, желаю вам всего самого доброго и удачи.